Религиозные свободы Кыргызстана намерены за 5 лет сократить число разводов в стране на 30%. Нехватка финансов, нет жилья для них, для молодых семей. Нет толковой работы, оплачиваем. Активисты в Кыргызском селе проявили инициативу и сами построили себе инфраструктуру для высокоскоростного интернета. Районный центр далеко, вокруг горы культурных мероприятий мало. Кино пытались смотреть на телефоне, но мобильный интернет такую нагрузку не тянет. Теперь интернет быстрый и телевидение есть. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в Бишкесской студии. Я Шавкатургаев. Здравствуйте. Афера на миллионы. В Кыргызстане выявили контрабанду более 100 дорогих автомашин, в том числе ранее угнанных. Учерб государству только предварительно составил 100 миллионов сомов. Это примерно полтора миллиона долларов. Известно, что преступная группировка ввозила в страну люксовые авто по поддельным документам и без уплаты налогов. Пособники в государственной регистрационной службе помогли ставить машины на первичный учет. Задержаны 4 человека, среди них 2 сотрудника государственной регистрационной службы. Были изъяты печати стран СНГ, поддельные свидетельства о регистрации транспорта Беларуси, Казахстана, накладные с печатями пунктов пропуска, компьютеры и принтеры для печати документов. Возбуждены уголовные дела по факту подделки документов и злоупотребления должностным положением. С использованием поддельных документов в стран ЕАЭС было ввезено 11 тысяч автотранспортных цех. При проведении опротивно-розыскных мероприятий, безкидка обнаружен замаскированный фотосалон в цех, где производились и изготавливались поддельные документы государственного образца. Госдепартамент США опубликовал заявление Майка Помпео, в котором перечисляются страны, нарушающие свободу вероисповедания. В этом году в десятку попали и Таджикистан, и Туркменистан. Госсекретарь отмечает, что во многих регионах мира люди продолжают сталкиваться с преследованиями за свои религиозные убеждения. Акрам Абдукахор изучил черный список Госдепа. В Блэклист Госдепа США традиционно включаются 10 стран мира, где ситуация со свободой вероисповедания вызывает особую обеспокоенность Вашингтона. США поместили Таджикистан с Туркменистаном в один ряд с Мянмой, Ираном, КНДР, Китаем, Саудовской Аравией, Суданом, Эритреей и Пакистаном. По мнению главы Госдепа, в этих странах систематически допускаются вопиющие нарушения религиозной свободы граждан. По всему земному шару люди продолжают сталкиваться с преследованиями, арестами или даже смертью просто из-за того, что они живут согласно своей вере. Соединенные Штаты не останутся сторонним наблюдателем в условиях такой дискриминации. Защита и поддержка международных религиозных свобод являются высшим приоритетом во внешней политике администрации Трампа. В этом году в Госдеповском черном списке Узбекистан с Пакистаном поменялись местами. И это маленькая сенсация. Центрально-Азиатская республика с 2006 года беспрерывно входила в десятку репрессивных стран. На этот раз страна переместилась в список наблюдения. В заявлении Помпео не приводятся конкретные причины улучшения позиции Узбекистана. Однако правозащитники связывают это с мерзияевской оттепелью. Новый президент на протяжении последних двух лет постепенно открывает страну для международных правозащитных организаций. Поскольку Узбекистан в выходящем году смог допустить миссию специального докладчика ООН по вопросам вероисповедания, и он смог лично встретиться с пострадавшими, провести свои наблюдения на территории Узбекистана, сам этот факт говорит о том, что Узбекистан из закрытой страны постепенно переходит в открытый режим диалога с международными независимыми наблюдателями. Это очень важный и позитивный шаг. Несмотря на улучшение имиджа Узбекистана, правозащитники отмечают, продолжается практика арестов верующих по подложным фактам, а также давление на представителей нетрадиционных в республике конфессии, в частности баптистов. По наблюдениям нашей организации у меня здесь возникает очень много вопросов. Например, 25 ноября были массовые задержания представителей религиозной конфессии христиан, это баптистская церковь, и там даже применялись акты физического воздействия на верующих. Одновременно с этим арестовывают людей, в доме у них находят ту самую литературу, которая открыто продается и обвиняют их в том, что они используют и распространяют запрещенную литературу со ссылкой на литературу, которая продается открыто. И очень много таких абсурдных обвинений. Свой отчет госсекретарь направил на рассмотрение в Конгресс США. На основании документа глава внешнеполитического ведомства может предложить Конгрессу ввести санкции в отношении злостных нарушителей свободы вероисповедания. В Каракалпакстане даже после смерти пациента врачи просили у родственников принести в больницу лекарства и еду. Преподаватель из Турткульского района Аминбой Ньюзимбетов попал в ДТП, его доставили в больницу без сознания. Он пролежал в коме 14 дней и скончался в местной больнице. Родственники Ньюзимбетова утверждают, что врачи и после его смерти требовали для мужчины медикаменты и продукты питания. Как рассказали радио, озодлик племянник покойного Ахмата и его младший брат Рашид в больнице несколько раз в день отключают электричество. Из-за этого Ньюзимбетова подключали к системе искусственного дыхания. Они вручную качали насосы. Таким образом, им удалось продлить жизнь своему родственнику на 14 дней. Связаться с лечащим врачом, который просил лекарства еду, репортерам радио Озодлик не удалось. Лавочка прикрыта. Онкологу Хашиму Зайналееву МВД Кыргызстана запретила покидать страну, а его клиника будет закрыта. Ранее против него возбудили уголовное дело по статье «Незаконное врачевание». Как рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения, ведомство не раз обращалось в МВД и Госкомитет национальной безопасности, чтобы в отношении лже-доктора приняли меры и его клинику закрыли. Но реакции не было. О Хашиме Зайналееве в Кыргызстане узнали два года назад. Он занимался лечением онкобольных. Его клиника не имела лицензии. После проведенной операции одна из его пациенток умерла, другой он отрезал грудь. Против него возбудили два уголовных дела, но знахаря в итоге так и не осудили. И вот недавно стало известно, что он снова занялся лечением. В национальный центр поступила в тяжелом состоянии пятилетняя девочка, которую лечил непотопляемый доктор-самозванец. При этом родители ребенка писать на него заявление отказались. На птичьих правах в столице Таджикистана жители целого квартала не могут официально оформить свое жилье уже 20 лет. Людей в любой момент могут выселить без компенсации. В администрации района считают, что частных домов на этой территории быть не должно, а люди захватили землю и построили свои дома незаконно. Но Шурвонарипов разбирался в этом конфликте. Насрулу Нуров слепой с детства купил этот домик 20 лет назад. Но оформить документы до сих пор не может. Официально его дом числится загородной дачей, и домовая книга не полагается. Из-за этого его сыновья не могут получить прописку, а значит, не могут устроиться на работу или в вуз. Сам Насрулу, чтобы оформить пенсию, прописался у брата. Ничего не сделать для сыновей. У них должна быть прописка. Для этого нужен паспорт. Чиновники спрашивают, где домовая книга. Кто это сделает? Здесь дача числится вот с такой книжкой вместо нормального документа. Такие же проблемы есть и у жителей 250 частных домов в этом квартале. Они выкупили дачи более 20 лет назад и с тех пор безуспешно пытаются их переоформить. Несмотря на то, что все жители оплачивают коммунальные услуги и налог на землю, здесь они живут на птичьих правах. Выселить их могут в любой момент. Без прописки их не принимают ни в больницах, ни на работу. Городская администрация не ремонтирует дороги и не восстанавливает канализацию. В Ахдадском районе у родителей пришлось прописать сына, чтобы он смог поступить в ВУЗ. Без прописки говорили, что не примут. Мы платим все налоги государству, но нам никто не помогает. Никого не волнует, как мы живем, есть ли у нас прописка. Не приняли в поликлинике. Говорят, что нигде на учете не стоите вы. Мы вернулись домой и с соседями через знакомых попали в больницу. Вон очистные сооружения, а у нас нет воды чистой. Дети пьют грязную воду, болеют, а нас даже в больнице не принимают. Я пенсионер. Чтобы получить пенсию, плачу 400 саманий, чтобы временно на учет встать и получить свои деньги. Каждый год проблема такую сумму набрать, чтобы продолжать получать свою пенсию. Переоформить дачи под городские жилые дома в столичной администрации не торопятся, говорят местные жители. Им сообщили, что по генплану этот квартал попадает под снос через 20 с лишним лет. Но люди жалуются. Детям нужно учиться, а им лечиться и работать уже сейчас. Эти несколько кварталов к 2040 году должны быть снесены, согласно генплану столицы. В администрации столичного района, на чьей территории находится квартал, говорят, что не могут решить этот вопрос. Территория небезопасна для проживания. Люди поселились здесь без спроса. Превратили дачный квартал в жилой. Никто этим не занимается. Они много лет обращаются с этим вопросом. Но они самовольно там поселились. Там не должно быть жилых домов, ведь рядом река. Там были дачи всегда. Люди выезжали отдыхать на выходных. Они сами построили там дома. Спросите, где они прописаны. У них у всех есть прописка в разных районах и городах. Местные жители не согласны с позицией администрации района. До реки далеко и никаких комиссий, которые оценили бы угрозу стихийных бедствий, здесь никогда не было. Они уже обратились к мэру с просьбой дать распоряжение о переоформлении жилья. Жить им больше негде и идти некуда. Анушер Вонарипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. Семейные ценности. В Казахстане разработали законопроект, который призван за пять лет снизить число разводов. Наладить семейную жизнь граждан страны поручил лично президент Нурсултан Назарбаев. В Казахстане ежегодно распадается каждый третий брак, поэтому начать борьбу с разводами планируют уже в следующем году. Светлана Глушкова узнавала, как именно чиновники собираются мирить супругов. Документ, призванный сохранять казахстанские семьи, размещен на сайте Министерства общественного развития. Программа рассчитана на пять лет. Согласно тексту, по всей стране планируется открыть центры семейного воспитания и поддержки семьи. С людьми будут вести просветительские беседы, причем начиная с момента подачи заявления в ЗАГС. В первую очередь надо работать с молодоженами, которые вступают в брак. Прежде чем вступать в брак, надо разъяснять людям, что брак – это непростое дело. Там много есть вопросов, как нормативно-правового характера, так и церковно-содержательного характера. Чиновники планируют проводить различные конкурсы, которые выявят лучшую семью страны. Запланированы также опросы о счастливой жизни в браке и рейтинге счастья. Государство планирует пропагандировать гражданам образцы положительных семейных отношений. Психолог Лимана Койшеева считает, что всем вступающим в брак изначально необходимо проходить тестирование на совместимость. По ее мнению, финансовые проблемы – далеко не главные причины распада семей. Через некоторое время выясняется, что либо перестает он работать, либо перестает другая сторона, потребность начинает увеличиваться. То есть, если бы когда-то этого хватало, то у них и расходы начинают расти. И получается недопонимание. Я думаю, что здесь не само финансирование. Здесь, мне кажется, основная цель, что основная проблема в том, что недопонимание друг друга. Большинство молодых семей в Казахстане – это 71% – испытывают трудности с жильем. Еще у 60% – регулярные денежные затруднения. Эти данные все того же проекта по развитию и поддержке семьи. Но про то, как именно решать эти проблемы, ничего не сказано. А начинать следовало бы именно с этого, считают жители Астаны. С самого начала неустроенность квартир нет. Все равно любовь к любовью, а бытовые условия. Потом для детей должны быть условия. Может, мужчины так не сильно обеспечивают их, как-то, я не знаю, не помогают, может быть, по дому. Скорее всего, из-за этого маленькие зарплаты, скорее всего, кредиты. От нашей неустроенности не только в быту, но и социальной. Ведь все-таки каждый город – это свой конгломерат, это свой микроклимат. А наша столица, если примитивная к ней, она имеет слишком много, так сказать, как говорили в мультике, соблазнов. Но в то же время очень мало возможностей для самореализации именно в производстве. А мужчина тянется именно самореализацией. Ну и, соответственно, получается, что мужчина не может себя самореализовать, а женщине такой мужчина, увы, не нравится. Бытовые проблемы в основном, материальные проблемы начинаются после, ну, в основном, у молодых. Потом характер не сходится. Это, к сожалению, выходит после замужества. Нехватка финансов, нет жюля для них, для молодых семей. Нет толковой работы, оплачиваем. В октябре президент страны поручил чиновникам принять меры по снижению разводов. Ситуация, по его мнению, критическая. За последние 10 лет в Казахстане распалось полтора миллиона браков. Каждая третья свадьба заканчивается разводом. Светлана Глушкова, гонезатор Успанов. Настоящее время Азия, Казахстан, Астана. Смотрите далее в нашей программе. Активисты в Кыргызском селе проявили инициативу и сами построили себе инфраструктуру для высокоскоростного интернета. Районный центр далеко, вокруг горы, культурных мероприятий мало. Кино пытались смотреть на телефоне, но мобильный интернет такую нагрузку не тянет. Теперь интернет быстрый и телевидение есть. Мы продолжаем. В Алматы водители общественного транспорта остались без зарплаты по вине бухгалтера. В октябре компания Алматы Электротранс по ошибке перечислила своим сотрудникам зарплаты с переплатой. А теперь этот долг удерживает. Правда, у всех процент удержания разный. Именно поэтому водители, к слову, уже потратившие предыдущую зарплату, собрались у здания администрации, чтобы выразить свое недовольство. Шелпана Разбекова расскажет о конфликте. Мы как будем проживать 60 тысяч, когда имеют люди, по 200 тысяч кредит оплачивать. Вот они вообще копеек не получил человек. 21 тысяч получил, вот он человек. Я 65 тысяч получил. Более 30 водителей общественного транспорта компании Алматы Электротранс сегодня пришли к своему руководству с претензиями. На днях они должны были получить зарплату, но того, что они увидели на своих счетах, не хватило даже на оплату коммунальных услуг, сетуют водители. Нам же сказали, что это бухгалтер ошиблась. Пусть ее и увольняют. Как оказалось, в октябре Алматы Электротранс выплатил своим сотрудникам почти двойную зарплату. Возмущенная толпа утверждает, что это была ошибка бухгалтера компании. Но кто-то из получивших повышенный оклад расценил перевод как премию, которую ранее обещало руководство. А кто-то не стал разбираться, почему получил больше и поспешил оплатить кредиты. И только несколько сознательных водителей вернули лишние деньги назад в бухгалтерию. Дело в том, что в октябре месяце, когда была проведена выплата зарплаты, в связи с технической ошибкой произошла двойная переплата. В связи с чем два раза, три раза даже было проведено совещание с водителями с просьбой вернуть сумму переплаты. На самом деле, это мы удержали те деньги, которые были ошибочно переплачены. Водители, в свою очередь, все понимают и согласны возвращать долг в кассу. Их возмущают, что сумма удержания у всех разная. Кто-то получил чуть более 20 тысяч деньги. Это менее 100 долларов, а кто-то и вовсе в руках держит только бумагу об удержании. И сейчас требует у руководства исправлять свои ошибки менее болезненно. Хорошо, даже при моем долге пусть удержат 50% зарплаты. Почему удержали стопроцентную? Еще я должен. Перед праздниками сижу теперь без денег. И у меня ипотека 150 тысяч. 10 числа я должен оплатить. В администрации компании заверили, что ошибки будут пересмотрены. Пообещали, никто без денег Новый год встречать не будет. Хорошую новость начальство озвучить якобы просто не успело. Пришлось говорить перед журналистами. Я сказал, что мы решим эту проблему. Во-первых, вы не останетесь без зарплаты на Новый год. Сказал, что дам аванс 25 декабря, и этот аванс получат все водители. А с задолженностью мы тоже решаем, будем удерживать частично. К сожалению, мы не успели им это сказать. Казалось бы, конфликт был исчерпан, но водители соглашаются на новые условия с опаской. Потому как данные ранее обещания руководства пока ни разу не выполняло. Шулпану Рузбекова Павел Энгельгард. В настоящее время Азия, Казахстан. О власти Узбекистана с 1 января 2019 года внедряют обязательную регистрацию мобильных устройств по международным идентификационным кодам ИМЭЙ. Подключать незарегистрированные устройства к мобильным сетям будет запрещено. Согласно постановлению Кабмина Узбекистана, внедрение регистрации предотвратит нелегальные продажи и использование несертифицированных мобильных устройств без предупреждения владельца. По словам сотрудников Министерства информационных технологий и связи Узбекистана, пока не ясно, будет ли регистрация платной или бесплатной. По данным узбекистанского информационно-правового сайта Норма.Уз, абонентам, которые используют неавторизованные мобильные устройства ИМЭЙ, будет запрещено предоставлять мобильные услуги. Напомним, подобную практику Казахстан вводит уже с нового года. 12 миллионов казахстанских абонентов могут быть отключены от сотовой связи уже с 1 января. Все потому, что они не зарегистрировали ИМЭЙ-коды своих телефонов. Интернет в каждое село Кыргызстана оказалось. Это возможно. Активисты Кыргызского отделения, интернет-сообщества ISOC построили собственную общинную сеть в Сус-Самыре. Отдаленное холодное село еще десятилетия назад пребывало в информационной изоляции. Ни хорошей связи, ни радио, ни телевидение. Теперь у них скоростной интернет и доступ ко всем ресурсам. Дарья Тимофеева отправилась узнать, как такое удалось. По части интернета 17-летний Ибрагим в селе самый главный. Вместе с ним спецкурсы прошли несколько человек, но работать здесь остался только он. Утром в школе, днем тянет провода и развешивает оборудование. Сегодня нужно подготовить все для подключения трех абонентов. На очереди еще два десятка домов. Я родился рядом с компьютером. Вот с детства я любил технику. Я доставал какие-то запчасти и делал всякие игрушки там электрические с механизмами. Ну, это у меня от рождения. Каждое подключение – деньги в копилку на новый компьютер. Это еще удачный день. На термометре стандартные минус 20, зато солнечно. Большую часть времени проводят на морозе. Когда приезжают наставники из столицы, удается погреться и часть работы сделать в машине. Я просто хотел, чтобы меня признавали, чтобы я был нужным. И я думаю, что все эти чувства заставили меня научиться. И теперь все за мной гонятся, чтобы я сделал мне интернет, поставил мне дома Wi-Fi. Я хочу пользоваться. От этого мне было скучно. Сусамыр в качестве пилотного проекта интернет-сообщество выбрало не случайно. Здесь сложнейшие условия. Горная местность. В одном из самых холодных сел республики зима почти шесть месяцев. Плюс отдаленность от сетевых магистралей. Оптоволокно тянуть было дорого. Построили воздушные мосты. Внутри населенного пункта уже проложили провода. Многое делалось руками самих сельчан. Сварщики готовили детали, электрики крепили. Ибрагим подключает абонентов. По нашим прикидкам можно вложить всего лишь 5000 долларов, чтобы запустить сеть. Мы не говорим, что мы подключаем абонентов. Мы делаем костяк сети. Основные магистрали по улицам протягиваем. Готовы для подключения. Самое большое преимущество общественных сетей – это то, что сетью владеет сама община. Они могут диктовать условия провайдеру. Так как они уже имеют эту сеть, инфраструктуру. Они говорят, у нас есть инфраструктура, вы можете к нам прийти. Потому что мы уже построили в последнюю милю. Самую сложную работу мы уже сделали. И мы можем ее обслуживать. В данном случае у провайдера просят дешевые тарифы и оклад для местных наладчиков. Этот проект оплатило интернет-сообщество. Но траты подъемны и для большинства сельских властей. Идею активно поддерживает бизнес. Владельцу хостела в Сусамыре привлекать клиентов теперь значительно проще. И рекламу можно разместить, и фото выложить. Мы уже работаем где-то 10 лет с иностранцами. Вот они постоянно спрашивали Wi-Fi, интернет. У нас только 3G ловит. Вот. Постоянная загрузка. По связи проблем не было. Вот посмотреть видео, куда-то зайти посмотреть, карты посмотреть, чего-то отправить. Это было тяжело. А сейчас лучше. Одни в интернет для бизнеса, другие просят цифровое телевидение, чтобы утолить информационный голод. Вместо 16 телеканалов теперь в доме более 100. Районный центр далеко. Вокруг горы, культурных мероприятий мало. Кино пытались смотреть на телефоне, но мобильный интернет такую нагрузку не тянет. Теперь интернет быстрый и телевидение есть. Мы узнаем новости мира, а не только местные каналы смотрим. Могу общаться с внуками в других городах, загружать их фотографии. Уже сегодня сеть позволяет подсоединить 200 домов. При желании и усилиях местного населения можно охватить интернетом всю Сусамырскую долину. А это уже около 7 тысяч человек. Интернет-сообщество на это готово и хочет помочь запустить подобные проекты по всей республике. Дарья Тимофеева, Азат Интамаков, Настоящее время Азия, Кыргызстан, Чуйская область. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Крым перебрасывают оружие. Картографическая война. Почему Крым на картах мира – часть России? Автономная от Москвы – украинская церковь. Что изменится в Крыму? В течение 20 лет украинская община Крыму, она все время доказывала свое право на существование. Долгожданная премьера. В столице сыграли спектакль по пьесе Сенцова. В этот раз я еду в предгорье Карпат, одно из самых красивых мест Украины. Галицейская Сицилия, Польская Баку. Это все про единственный в своем роде город, полностью построенный на нефтяном месторождении. С виду это обычный, ничем не примечательный парк с лавочками и детскими площадками. Но стоит присмотреться, и окажется, что здесь, в центре города, добывают нефть. Такого не увидишь больше нигде в мире, только в Бориславе.